Курс тенге к доллару в проекции республиканского бюджета на 2016-2018 годы определен из расчета 300 тенге за доллар. Сегодня об этом на пленарном заседании Мажелеса сообщил министр национальной экономики Казахстана Ербулат Досаев. Отмечу, что одним из главных вопросов, которые рассматривали сегодня в Нижней Палате Парламента, стал проект закона о бюджете на следующие три года. О других цифрах нам уже готов рассказать наш корреспондент Сабибай Бусинов. Он сейчас на прямой связи со студией. Сабибай, добрый день. Если с курсом тенге теперь все понятно, то что с нефтью? По какой цене она заложена в бюджет? Добрый день, злиха. Здесь ничего не изменилось. Осталось, как прежде. При базовом сценарии прогноза цена на черное золото заложена на уровне 40 долларов США в 2016-2017 годах и 50 долларов в 2018-2020 годах. Причем объем нефти также сохранен на ранее одобренном уровне и составит в 2016 году 77 миллионов тонн, в 2017-2019 миллионов тонн. Инфляция в 2016-2017 годах, как ожидается, будет на уровне 6-8% и в дальнейшем снизится до 3-4% к 2020 году. В связи с прогнозируемым более высоким объемом ВВП и импорта доходы республиканского бюджета составят в 2016 году 3 триллиона 665 миллиардов тенге. Это более чем на 150 миллиардов тенге. Больше чем прогнозировалось в августе, в 2017 году 3 триллиона 867 миллиардов тенге. Отмечу, что в доходах республиканского бюджета на 2016 год большая часть, порядка 95% занимает налоговые поступления. Гарантированный трансфер из нацфонда в 2016-2018 годы определен в размере 2 триллиона 400 миллиардов тенге ежегодно. Опять-таки на 100 миллиардов тенге больше, чем было одобрено ранее. Что же касается расходов, то в 2016 году они составят 7 триллионов 667 миллиардов тенге, через год 8 триллионов 124 миллиарда и в 2018 году 7 триллионов 621 миллиард тенге. К примеру, в 2016 году будут повышены расходы на социальную сферу, в том числе внедрена новая модель оплаты гражданских служащих на реформирование пенсионного обеспечения сотрудников силовых структур. Также ожидается повышение на 25% государственных социальных пособий по инвалидности и в случае потери кормильца. Ну и еще повышение стипендий на 25% для студентов. Ну это, пожалуй, об основных цифрах все. Я добавлю, что голосование по данному законопроекту еще не состоялось, поскольку проект достаточно серьезный и у депутатов он вызывает много вопросов. Злиха, вам слово. Спасибо за подробную информацию. Напомню, из Можилиса передавал мой коллега Сабиб Абусинов.